А вы знаете, как делаются мультики? Создание анимационного кино – это тяжелый труд многих и многих людей, рассказывает художник-мультипликатор Эльвира Авакян, выставка работ которой готова к показу в Щелковском историко-краеведческом музее. Мультипликатор – это такая профессия, очень важная, очень тяжелая. Это человек, который оживляет. Вот то, что художник-постановщик нарисовал, нужно оживить. Главное, чтобы в речь входило музыку. Эльвира Авакян родилась в Щелковском районе, в селе Амерево. Закончила экспериментальный курс художников-мультипликаторов художественного факультета в ГИК. Работала на студии «Союзмультфильм», потом «Арменфильм». В ее послужном списке известные мультики «Великая битва слона с китом», «Прекрасная лягушка», «Как кричит крокодил», «Похитители елок», выпуски «Альманаха. Веселая карусель». Всю жизнь она оживляет самых разных мультипликационных персонажей. Мы снимали с художником Андреем Мартыновым. Это тоже, видите, как все это вношение. Молодые художники-мультипликаторы здесь работали. Работы Эльвиры Авакян не раз завоевывали награды на престижных кинофестивалях «Золотой витязь», «Сказка» и других. Работу в мультипликации Эльвира Викторовна совмещает с иллюстрированием детских книжек, сотрудничая с разными издательствами. Вот даже «Гимн России» нарисовала для детей. Известный писатель-фантаст Дмитрий Емец часто предпочитает именно ее рисунки к своим рассказам. И не только он. Журнал «Мурзилка» через четыре года отметит свой вековой юбилей. Только представьте, сколько уже выросло поколений, для которых он стал любимым изданием детства. Эльвира Авакян уже несколько десятилетий является иллюстратором «Мурзилки». В редакцию известного детского журнала Эльвира Авакян попала, как теперь кажется, не случайно. На Новослободской находилась киностудия «Союзмультфильм», а неподалеку – издательство «Молодая гвардия», которая тогда издавала «Мурзилку». Отнесла туда рисунки, да так и задержалась. Я работаю так, как я работаю. А им нравится. На вопрос, что с годами изменилось в «Мурзилке», Эльвира Викторовна даже не сразу находит, что ответить. Девятый номер всегда про школу. Что интересно, вот какие-то волшебные вещи. Бабка-яга. Это праздник птиц. Я бы не сказала, чтобы что-то там изменилось особенно. Как было, так и осталось. Дети как были, так и остались. Я думала, что да. Эльвира Авакян создала неповторимый мир сказочных образов, близкие и понятные детям. Ее рисованные герои, узнаваемые, они смеются и плачут. У каждого из них свой характер. Для тех, кто было, остался ребенком и развернута эта выставка. На несколько минут вернуться в детство можно будет до 2 августа.